Незадолго на нашего выпуска мы связались с французским политологом Эммануэлем Леруа, чтобы поинтересоваться о том, как Франция себя сегодня чувствует. О том, как чувствуют себя сегодня французы, как намерены жить дальше, мы спросим у видного историка и политолога Французской Академии Моральных и Политических Наук Эммануэля Леруа. Добрый вечер, месье Леруа, наше соболезнование. Вам сейчас страшно? Во Франции религиозная война? Надо понимать, что происходящее сегодня во Франции – это грандиозная медиа и политическая манипуляция. Это не спровержение умов, это искусственно создаваемое напряжение между мусульманами и крестьянами. Режим месье Макрона зиждется на такой вот кристаллизации страха. Ну а то, что сегодня произошло в Ницце – результат провокации еженедельника Шарли Эбдо, сатирического журнала. Но юмор в том, что им управляют люди, известные своими симпатиями к американским неоконсерваторам, которым выгодно разделять и властвовать в Европе. Тогда, может быть, просто стоило не публиковать оскорбительные карикатуры? Думаю, так и надо было поступить, это очевидно. Слишком они провокационны, да и вообще это хлам. Но если правительство Макрона рекомендовало бы воздержаться, то как еще они смогли подогревать напряженность в обществе? Уверен, что в России такие публикации в прессе вряд ли возможны, и это правильно. Макрон запугивает своих граждан, чтобы люди поменьше задумывались о том, что это благодаря очередной самоизоляции растет безработица и ручится экономика. К сожалению, большинство французов верят политической пропаганде, даже в ситуации обиды сторонних ресурсов. Страх. Главным образом страх. 80% телевизионного времени и радио посвящено кризису в здравоохранении и ковиду или терроризму. Очевидно, что большинство людей просто не понимает, что происходит. Люди, которые боятся, рассказывают, что происходит по их мнению. Большое спасибо, хорошего вечера. Мы беседовали с видным французским политологом и историком Эммануэлем Леруа о том, как Франция себя чувствует после терактов.